Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Знакомься, это Анастасия. Настя, знакомься, это Александр Крышинников. Очень приятно, Александр. Саша, ты знаешь, что Настя считает, что 70% успеха – это мнение окружающих людей. Да? Мы зависим от других людей в любом случае, в очень большой степени. Хорошо. А ты прости меня, пожалуйста, Настя, но так получилось, что твой двойник оказался в шумном, людном месте. И нам пришлось задать вопросы проходящим людям, что же они на самом деле думают о тебе. Чувак! Очень симпатичная. Почти Дженнифер Лопес. Вот лица не видно. В общем, это не Анжелина Джоли. Это правда не она? Я думаю, что каждая женщина красива по-своему, и она не исключение. Ну, чуть-чуть животик маленький есть. Ну, в принципе, это даже не недостаток, а может быть, даже есть, конечно, поэтому я не считаю, что это не недостаток. Целлюлит. И все? Ну, наверное, это то, что бросается в глаза из негатива. Целлюлит есть у всех. Это признак женского организма. Это я прочитала. А грудь? Нравится ли тебе ее грудь? Лифчик мешает. То есть, если бы она сейчас была абсолютно обнажена, тебе бы она... Я бы, несомненно, обратил на нее внимание. Вполне очень даже и ничего. Мне нравится эта девушка. Ну, то есть, какие-нибудь модные там шмоточки, как-то так вот все правильно подать, оберточку такую, да, сделать, то вообще ей бы цены, наверное, не было. Респект. Ну и уважуха. Спасибо. Настя, тебе не понимаешь? Как настроение? Ты понимаешь, как все у тебя хорошо на самом деле? Что? Ну, конечно, это оказывает какое-то влияние, потому что ты слышишь мнение со стороны и... А скажи, пожалуйста, ты бы хотела получать как можно больше комплиментов в своей жизни? Я хотела быть уверена в том, что эти комплименты правдивы. Окей. В таком случае существует определенный план. Мы изменим твой гардероб. Одежда должна подчеркивать все твои достоинства, которые у тебя существуют, и скрыть все твои, ну, даже самые маленькие недостатки. Я готова попробовать это сделать. Я готова попробовать. Очень хорошо. Есть некоторые проблемы, которые можно решить совершенно другими путями, чтобы твое тело под одеждой чувствовало себя увереннее, лучше, да? Это массажи, это любые процедуры по коррекции бедер. Для того, чтобы избавить тебя от, ну, нежелательного целлюлита, который у тебя только-только появляется. У тебя ситуация не запущенная, да? Надежда есть. Да, надежда есть и совершенно не безнадежна. Есть еще несколько сюрпризов. Ну, понимаешь ли, их приятно получать неожиданно. Ты готова к оптимистической терапии доктора Крашенинникова? Конечно. Конечно. Глаза загорели и улыбка в лице появилась. Скажи, хочу, хочу быть красивой, крикни уже. Не могу сказать, что я уверена в себе, но я буду уверена в себе. Лечение доктора Крашенинникова начинается с самой приятной для любой женщины процедуры – шоппинг-терапии. Настя должна, наконец, избавиться от траурного гардероба и научиться носить то, что она исключила из своего модного меню. Что бы из одежды ты никогда не наделал на тебе? Ну, это совершенно точно. Короткая юбка. Короткая – это сколько? Вот так, вот так, вот так. Короткая – это выше колен. То есть для тебя вот эта длина – это уже коробка? Да, это уже то, что мне нельзя одевать. Ты носишь платье? У меня есть одно. Одно или одно, да. Одно. А какое? Ну, оно вот здесь вот на лямочке, а здесь свободно. Ты совершенно сделала правильный выбор. Правильно носить платья, которые под грудь. Самое главное, что вот эта часть платья не должна быть прилегающей гладкой. Желательно, чтобы здесь были складочки, драпировочки, которые, естественно, визуально увеличат что? Крудь. Умничка. На тебе славное платьюшко. Я не уверена, что оно мне подойдет. Может быть, нужно его просто померить? Я померю. Померяешь? Померяю, но… Я бы никогда себе… Держи платье и отправляйся к ты его мерить. Хорошо. Что ты молчишь? Скажи мне что-нибудь. Ну, я же волнуюсь. Я мог, нет, мне нравится, мне очень нравится. Ты себе нравишься? Я не могу описать то, что сейчас происходит. Это внутри, понимаете? Я тебе говорил о том, что тебе нужно слоить все-таки завышенной талией. Неважно, есть там подвязка под грудью, нету. Здесь талия завышена. Платье скроено по косой, которая прекрасно облегает мне фигуру в тех местах, где это должно быть. Идеальная картинка будет, если надеть под это платье другое белье, правильное, которое поднимет немного твою грудь выше и еще чуть-чуть утянет твои бедра. Настя, я думаю, что нам с тобой не стоит терять времени, уже пора отправиться за бельем. Пойдем. Это вы без меня, барышня. Настя даже не подозревала, что белье может скрывать недостатки и подчеркивать достоинства, даже если его не видно под одеждой. Чтобы восполнить этот пробел, Катя решила познакомить ее со специалистом по белью Марией Берзиной. Это человек, который знает о белье все. Попросив Настю раздеться, Мария сразу же определила, что она носит белье, которое не подходит ее фигуре. Настя примерила свое платье и еще раз с новым корректирующим формы бельем она стала выглядеть куда более стройной. И посмотри, как у тебя потянулись замечательные бедры. Да. Да? Шикарно. Да, разница видна, да, действительно, то, что с бельем, без белья. Мы довольны? Да, опять. Корректирующее белье изменило контур тела Насти. Бюстгальтер на один размер визуально увеличил грудь, а утягивающие панталоны приподняли ягодицы и уменьшили объем бедер. Александр подобрал Насте разные варианты одежды на все случаи жизни. Блузку с выточками и джинсы, деловой костюм, состоящий из атласной жилетки с торжественным бантом, юбки и жакета. Обратите внимание, юбка на один тон темнее, чем пиджак. Для чего? Чтобы сузить бедра. А также яркий молодежный комплект для того, чтобы Настя поборола стереотип, что ей подходит только черная одежда. Я предлагаю долго не думать, идти и все мерить. Через несколько минут Настя столкнулась с новой реальностью. Мне нравится, как сзади смотрится. Мне нравится это действительно. Благодаря этим выточкам верхняя часть твоего бедра, которая достаточно объемная, выглядит не вот так, как ты привыкла, а вот так более. Залительно выровняли плечи и бедра. Бедра стали меньше. Благодаря вот этим прекрасным, на мой взгляд, буфам. Мне очень нравится, что джинсы закрывают весь каблук, что визуально увеличивается удлиняет твою ногу. Настя никогда раньше не носила столь яркие вещи. Это трэш полный. Неудивительно, что это вызвало у нее бурю эмоций. Это очень ярко. Ты понимаешь, что ты теперь повелительница хорошего настроения? И в этой одежде видно, что тебе 21 год. Да. Понимаешь? Это не черный джинс и черная майка. 21. 16. Настя учится на факультете социологии и политологии. Она будущий политтехнолог. Поэтому деловой костюм оказался ей особенно фиксируем. Мне визу не нравится. Здесь пиджак под грудью, что за ужин. Видишь, как он плотно сидит. Здесь чуть-чуть шире. Для чего? Опять-таки, чтобы сбалансировать бедра, талию и твою грудь. Есть еще замечательные рельефные выточки и шлица, которые даже со спины увеличивают и вытягивают всю твою фигуру. Очень классно. Классно? А здесь смотри, какая же точка хорошая. Что говорит о благородном происхождении твоего пиджака? Как ты думаешь? Слишком много. Вот эта вот ручная замечательная отделка говорит об очень благородном происхождении твоего пиджака, точно так же вытягивая весь твой корпус вверх, потому что все линии вертикальные.